Всем приятной жизни! Это Шашлык и мы продолжаем играть в Героев Меча и Магии 6. Так, на чём мы тут остановились? Видимо мы шли захватывать этот форт, а второй герой у нас видимо бежал, ну, не знаю куда он бежал, но вот почему-то в портал он направлен. Ладно, я уж не помню, давно я не заходил в Героев. Да, так, ладно, давайте пропустим ход. Пропустим ход, ходит Инквизиция. О, получено достижение, великий урожай. Собрать 20 единиц дерева и 20 единиц труды в неделю урожая. Замечательно, слушайте, мы выполняем какую-то ачивку. Это всегда хорошо. Да, очки династии, это всегда хорошо. Так, вы, наверное, спросите, почему так долго не было выпусков по игрушке Героя Меча и Магии? Так вот я вам отвечу. Потому что игрушка Героя Меча и Магии очень часто виснет, вылетает, глючит. Ну, те, кто смотрят, в принципе, эту серию игр, они знают, о чём я говорю. Так, ты у нас бежишь в портал, зачем? Мне вот интересно. О, как. А, ну да, этот портал, он никуда не ведёт, он просто здесь. Он просто здесь, и он просто... И всё. Так, ладненько. Давайте, наверное, побежим, возьмём форт Альянса. Да, пожалуй, возьмём форт. Так вот. Причём, знаете, что самое интересное? Вот у меня лицензия, у меня стим-версия этой игры. И... Так, ну давайте попробуем подраться сами. Всё-таки это форт. И вот... Вот я сейчас боялся, что она тоже вылетит, но она вроде бы не вылетела. И вот что самое интересное, то что... И... Когда вы играете... Так, здесь лучники есть. Давайте по ним шандарахнем молнией. Вот так вот. Так, всех остальных в защиту. Кого они будут? Угу. Стреляем по лучникам. Люди решили выйти. Так вот, что самое интересное, это то, что... Так, давайте на них повесим, наверное, общую агонию. Да. Повесим общую агонию, чтобы... Не так хорошо было. Так. И, наверное, будем атаковать. Да, пожалуй, будем атаковать. Теперь уже можно атаковать более смелей. Так. Ну, мы стрелять будем по лучникам. Так вот. У меня лицензия. И... Вот мне многие писали. Я сам взял на практике, проверил. Вот сейчас я пишу лицензию. Я скачал сторента пиратку. Вы знаете, пиратка вообще не глючит. Запускается легко. То есть... Но... Она же пиратка. Там нет династии. Там мы не подключены к онлайну. Как бы получается, что игра теряет очень много прелестей. Которые есть в лицензии. И это, конечно, убивает... Ну, интерес вообще играть. О, некромантия второго уровня появилась. Сейчас будем воскрешать. Так, 19 существ мы воскресить можем. Из 23. Это замечательно. Так, чем мы тут можем шандарахнуть? Ледяной глыбой. В принципе, можно шандарахнуть. А ладно, будем лучников шандарахать. Так, замечательно. Так вот. А вот с лицензией дела обстоят, как вы видите, гораздо хуже. В том плане, что она вот таким вот образом, как сказать, подводит, да? Подводит нас тем, что так себя ведет. Причем, вот сейчас, почему так долго не было выпусков, я просто пытался каждый день раз по пять запуститься. Реально, то есть... И она у меня, если и запускалась, то тут же вылетала. Так, давайте еще раз общую агонию повесим. Вот, то есть это, конечно, угнетает. Вот. И я не знал, чего делать. А, общая агония не действует, если они не ходят, да? Ладно, буду знать. Так, все, мы ничем не можем шандарахнуть. О, у нас мана кончилась в коем-то веке. Так, ладненько. Ворота пока не сломаны, поэтому не будем мы... Будем пока стоять в защите. Тем более, нам есть кого воскресить. Так что нужно набирать потихоньку очки некромантии. О, вот это вот он хорошо походил. Мы даже отойдем. А, это он стал типа как подвышку, да? А, во, вышел через ворота. Замечательно. Которые уже сломали ворота. Так. Но он дойти не может, в принципе, со следующего хода. О, а мы же можем просто героем его бить вот так вот. И все, особо не напрягаться. О, отлично. У нас появилась некромантия. Так. Четыре существа. Тут одно существо. Здесь потерь нет. Ну, восстановим четыре упыря. Блин, конечно, опущу одного призрака восстановить. Ну ладно. Уже будем побеждать. В итоге мы потеряем одного призрака, да? А компьютер потерял больше. То есть, вот видите, все-таки я тоже могу драться чуть-чуть получше компьютера. Так, замечательно. Казармы. Так, надо это все делать сейчас перестроить, естественно, в наш. Чтобы этот форт стал нашим, некромантским. А не человеческим, чтобы он не оставался. Так. Перестраиваем. Так вот, парадокс. Выходит, пираты, когда взламывали игру, они еще попутно ее и починили. То есть, сделали нормальную рабочую версию, в отличие от самой Ubisoft, которая, ну, собственно говоря, и занимается тем, что разрабатывает. Так, вот, дружественные призраки. Пойдемте, возьмем их. Они наверняка к нам присоединятся. Ход игрока Святая Инквизиция. Так, ты помощник главного героя, тебе задача бежать в... Вот в этот замок. Поэтому беги. Не знаю, почему он на портал был вообще назначен. Ой, не хочу я брать ресурсы. Святые призраки. Их влечет к тебе твоя растущая магическая сила. Я слышу их жалобы. Они жаждут отомстить Инквизиции. Да что же происходит в Священной Империи? 30 призраков. Ну, естественно, мы их примем. Кому еще помешали 30 призраков? Так, указатель. Тима разделяет, свет связывает навсегда. Большая табличка с цитатой из популярного догмата Святой Инквизиции показывает, что эти места определенно находятся под ее властью, а не под властью местного вельможи. Так, арбалетчики ненавидящие. Ну, давайте их запинаем. Кстати говоря, нам бы где-нибудь восстановить ману. Вот, например, здесь может сбегать к жиле дракона и восстановить ману. Будь осторожней. Окей. Вообще без проблем. Подсказывает нам ворон. Так, а сколько у нас маны? Сколько у нас маны? А, непонятно. Слушайте, а мы можем вот так посмотреть. 48. Давайте зелья выпьем, в принципе. Теперь у нас сколько? 68. Нормально. Ух ты, 164 арбалетчика. Атаковать. Вообще без потерь. Замечательно. То есть, некромантия работает на всю катушку. Так, давайте возьмем эти казармы. Наверное, их можно перестроить. Да, перестроить в наши казармы. Так, ну все понятно. Вот. И это поселение нам добавляет, добавляет прирост. В вашем городе. Да, они появляются у нас в городе. Так, берем только опыт в сундуках. Денег у нас уже очень много. Так, и все. Угу. Вижу замок инквизиции. Так, это у нас чего такое? Увеличивает здоровье. Давайте посетим. На 10% в следующем бою. Так. Здесь у нас незначительный... О, кстати говоря. Что касается наших... Наших... Павших воинов. Мы же можем воскресить. А, никого мы не можем воскресить. Видимо... Ну, там один призрак был. Не знаю. Видимо, я пропустил момент, когда его можно было воскресить. Но ничего страшного. В принципе, окей. А, вот у нас герой еще не сходил. Так, все. Теперь у нас все герои сходили. Можно пропускать ход. Да, вот это, конечно, хорошо сделано, что кнопка сразу не нажимается, если у вас кто-то не сходил. Так, убиваем. Думаю, без потерь будет. Да, без потерь. Все, спокойненько. Тысяча опыта. Так, куда ведет эта тропинка? Ага, вот еще сундук. Еще тысяч... Ух ты! Сборщик душ. Повышает магическую силу на 10 единиц на одну неделю. Слушайте, как раз седьмой день это у нас... Так, указатель. Озеро Ведьмина Ванна на восток. Озеро Ведьмина Ванна получило свое название в эпоху романа Ронана Первого. Похоже, как не боялась инквизиция безликих демонопоклонников, она боялась еще больше и воды этого озера. Обладавшие... А, и воды этого озера, обладавшие, по слухам, волшебной силой, использовались для очищения чародеев и чародеек от демонической скверны. Считается, что именно ради этого и создавалась инквизиция. Ну что ж, замечательно. О, массовое захоронение. Это, насколько я помню, у нас в журнале... Так, где наш журнал? Да, вот. Две из пяти могил. Нам нужно найти все пять могил. Поэтому я не буду проходить, я хочу выполнить этот квест. А, и опять забыл я походить своим побочным героям, но ничего страшного. Так, побежали, побежали, побежали. Угу, вот у нас прибегает замок. Я отомщу за мучение ваших душ. Идите со мной. Вместе мы сокрушим тех, кто предал свет Альрата. Три из пяти. Так, опять у нас тут куча... Куча войска прибавилась. Замечательно. Вот. Так, армия ненавидящей. Почему же вампиры не хотят ко мне присоединиться? Ну ладно, мы их убьем просто. Блин, потери, но потери небольшие. Попробовать без потерь подраться. Давайте попробуем. Так, тактическая фаза. Ну окей, вот как-то так выстроим себе. Так, вампирчики. До этих призраков они так или иначе не доходят. Так, давайте пока вампирчиков на один ход остановим. Вот таким вот образом. А всех как бы пока поставим в защиту. Ага, вот эти вот уже доходят. Ну можно в принципе сюда отлететь. И вот они уже не доходят. А вами можно, например, сюда отбежать. Так, получается вампирчики сейчас один ход ходить не будут. А мы можем пострелять спокойно по упырям. Так, следующие ходят упыри. И мы отодвинем тоже призраков. Получается вот, они не добежали. Так, но зато уже вампирчики следующим ходом будут ходить. Вопрос, разобраться ли с упырями здесь внизу? Или же все-таки... Нет, сначала разберемся, наверное, с упырями. Так, вампирчики в принципе никуда не долетают. Поэтому можно смело сюда подходить. Здесь можно... Можно бить. Опачки, отлично. Отлично. И стреляем по вампирам. Они, по идее, сейчас не должны ударить. Да, вот отлично. Они как раз не бьют. Эх, жаль у нас это не перезарядилось. Так. Землетрясение нам не надо. Агония на них... Агония на них неприменима. Агония применима только на живых существ. Так. Как мы здесь будем действовать? Сначала стрельнем лучниками. Семь. Вот, отлично. Так, поскольку магии нет, ударим еще и героем. А даже, наверное... Есть ли смысл их бить на самом деле? Да, наверное, все-таки есть. Блин, 20 жизней всего-навсего. Упырями они будут бить лучников. Мы не сможем. Ладно, не буду пока их бить. Всех в защиту. О, отлично. Они били упырей. Все. Значит, смотрите. Упырей мы тогда сейчас сделаем вот таким образом. Мы бьем, чтобы они им ответили. Теперь мы их всех воскрешаем. Все. И добиваем вампиров. И вот у нас битва без потерь. Все легко и просто. Так, и магическую силу на 10 единиц на одну неделю нам сейчас поднимут. Это очень мощно. Учитывая, что у нас было всего 8, а теперь у нас 18 станет. Больше, чем в два раза. Статуя Откровения отображает дальние земли. Давайте посмотрим. Ага, нам открыли замок Инквизиции. С высоким, кстати говоря, с высокой угрозой. Но ничего страшного. Ага, здесь мы были. На этом телепорте. Так. Вот теперь на самом деле дилемма. Куда идти? Идти ли нам дальше или вернуться и пойти? Ну, я так подозреваю. Вот смотрите, если мы пойдем сюда, мы как раз и придем к этому замку. А если мы пойдем сюда... Ой, нет, 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 нет. Так, подождите. Вот, если мы пойдем сюда, то, возможно, мы здесь чего-нибудь найдем интересное. Поэтому главным героям я все-таки предпочитаю туда отправиться, сюда пока не ходить. Так, давайте скупим в замке армию всю. Бумс. Так, теперь следующий замок. Эй. Что-то я не понял, почему здесь нет армии. Непонятно. Мы что, ее всю здесь скупили? Хм. Что-то я не понимаю. Так, ладно. Это получается у нас в аргии. Все скуплено. Ну, отлично. Сейчас мы туда телепортацию сделаем. Вот, да. И по-любому мы побежим вниз. Потому что, вот видите, какой-то нехороший человек захватил наш форт. Это нам очень-очень не нравится. Да, вот тут вот у нас... Ты стой пока здесь. Так. Пропустим ход. Посмотрим, что он будет делать. О, отлично. Он стоит на форте, ждет своей смерти. Ну, сейчас мы его убьем. Так. Я думаю, особо тут драться в ручном режиме смысла не будет. Думаю, будут небольшие... Ого! Как раз-таки большие потери. Ну, ладно. Я хочу испытать... Ой, нам уровень дали. Замечательно. Еще нам дали артефакт, который дает одну деревяшку. Так вот. Эту штуку мы сейчас опять перестроим, естественно. А всех наших погибших воинов мы воскресим в замке. Причем мы это сделаем не в Скарине, а вот как раз в арке. Заходим. И вот они все... Ух ты, 34 тысячи. Нормально. И вот они все воскрешаются. А теперь главным героем мы просто сделаем туда телепортацию... Только в городе. Отлично. Город здесь недалеко. Я что-то думал из любого места. Ну, ничего страшного. Раз в городе, значит, в городе. Бежим в город. Бежим в город. Слава богу, у нас теперь два города. Я не совсем понял, почему здесь нельзя покупать войско. Вот. Ну, ничего страшного. Так, у нас, видимо, недостаточно очков передвижения, поэтому... Вот теперь у нас достаточно. И вот делаем портал в вот этот город. Оп. И вот мы уже здесь. Все, берем обратно всю армию. Вот у нас теперь полная армия. Никто не пострадал. Открываем снова портал. А, нет. Нельзя использовать. Опять инквизиторы. Да сколько можно, ребята? Сколько можно оттуда бежать? Ладно. Вот мы уже вернулись обратно. И... Ну, это на самом деле хорошо. То, что они вот так вот прибегают. И умирают в этом форте. Плохо, конечно, что они его каждый раз перестраивают. В этом немножечко минус. Я вижу. Ну, ничего страшного. Ну, тут у них вообще армия незначительная. Хотя потери есть. Артефакт нам дали. Который нам вообще не помогает. Так, перестроить. Все перестроить. Так. И вот это надо перестроить. Туда надо зайти. Так их никак нельзя. А, во, можно. Замечательно. Так, по-любому нам надо бежать в этом направлении. Дабы... О, вот, кстати, в Скарине. Если я здесь... Да, вот видите, я и здесь могу купить воинов. Почему я здесь еще воскрешатель не поставил? У нас не хватает изумрудов, да? Или как они? Кристаллов. Так, давайте их купим. Вон у нас целых 100 бревен. Сколько там? Раз, два, три, четыре, пять. Допустим, пять вот так. И остальные... Раз, два, три. Все, ставим вот этот воскрешатель. Теперь мы можем здесь же воскрешать наших воинов. Замечательно. И сейчас я сбегаю теперь в этот замок. Вот, да, теперь у нас тут основная масса армии хранится. И не нужно за ней далеко ходить. Замечательно. Так, инквизиция уже ходит очень быстро. Видимо, они поняли. Так, все. Скупили мы армию. И побежали разбираться, кто ж тут такие борзые отсюда прибегают. Так. Борзая инквизиция. Так. Следующий ход. Бежали, побежали, побежали. Отлично. Вижу флаг, который нам добавит передвижение. Казармы нам не интересны, поскольку нам нужно захватить сразу форт. Вот тут я вижу сундучки. О, отлично. Вижу шахту с кристаллами. Так. Атакуем элементов земли. Практически без потерь. Так, кристальчики нам нужны. Давайте убьем защитников шахты с кристаллами. Да, вот строение. Ага, вот он, форт. Отлично. Давайте прочитаем табличку. Перед вами священная долина Скалина. Этот большой деревянный указатель – знак инквизиторам и священникам, что нужно поднять забрало шлема, чтобы оно не мешало смотреть. Ведь эти земли считаются священными, и полагается любоваться их видом во все глаза. Вот такое вот нам назидание оставили на знаке. Так, знаете что? Я, пожалуй, восстановлю павших воинов. Так. Отлично. Ну и давайте захватим форт. Давайте захватим форт. Атаковать. Я уже не вижу тут сильных. Вообще мы без потерь убиваем. Все, давайте теперь тут все массово перестроим. Перестроили это. Давайте перестроим теперь. И казармы. Все. Теперь это все принадлежит нам. Так. Вот еще один участок карты мы захватили. Так. Кристалл силы мы не посещали, кажется. Сейчас посетим. Это что такое? Руины. Тоже надо зайти и захватить. Ладно. Думаю, на этом. Этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык. Пока. Продолжение следует.